коллеги приветствую видите ли вы меня слышите вроде как идет идет трансляция а где она еще секунду Тан-тан-тан-тан. Так, не могу. Сейчас, ребят, секунду. В чат не могу никак перейти. Так, видно и слышно. Окей, хорошо. Вот, все, нашел. Потерялся. Так, друзья, значит, у нас с вами сегодня шестой урок технологии бестселлера. И мы с вами уже проработали план. Да, я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс Роман в нашей сценарной мастерской. Ссылка у вас перед глазами. И поэтому, если вы надумали, то можно уже переходить, записываться и присоединяться. Сегодня мы с вами будем говорить, собственно, о написании книги. То есть, вот у нас есть план. Дальше. Нам нужно сесть и, собственно, написать эту книгу. И казалось бы, тут вообще что обсуждать? Садишься и пишешь. Да, но на самом деле, опять же, существуют разные техники, разные стратегии, да, как мы это делаем. И очень часто бывает так, что человек, ну, просто вот он не понимает, какой для него, ну, наилучший способ взаимодействия с текстом, да. Или у него есть какая-то иллюзия, связанная с этим, да, что вот надо обязательно вот так вот книгу писать. И человек так пытается, и у него не получается, да, и в итоге человек сам делает себя несчастным, да, не получает результат, да, и в итоге, собственно, книга не пишется. У меня была такая история, одна моя коллега, не буду говорить кто, вот у нее прям тоже вот была такая иллюзия, что вот она обязательно должна там сама все писать. И я ей посоветовал, сказал, что, говорю, вот ты лучше всего работаешь во взаимодействии, да, то есть ты будь режиссером действия, которые вокруг тебя происходят, да, будь автором действия, которые вокруг тебя происходят. А делают пусть другие люди, вот. И у нее очень долго эта мысль встраивалась, и не буду, опять же, говорить кто, да, но потом, когда она встроилась, и она начала писать книги в соавторе. И книги стали, там, безумную популярность стали приобретать. Вот, поэтому, какие есть основные стратегии? Первая стратегия, и самая очевидная, это написать всю книгу и публиковать ее целиком. Так как вообще и принято писать эти книги, да, и большинство людей именно так их и пишет, да, то есть сели, написали книгу и опубликовали книгу. Да, либо сами через сам издат, там, через Reader.ru, либо отправили в издательство, да, и там эту книгу издали. И я по такой стратегии тоже у меня есть определенные тексты, определенные книги, которые были написаны именно по такой стратегии. Да, например, тот же газетчик-писатель-сценарист. Я писал книгу целиком, потом, после этого ее публиковал. То есть, это самая очевидная стратегия. Но она далеко не единственная. И более того, сегодня даже я бы сказал, что большинство книг, которые сегодня издаются, да, они пишутся не по такой стратегии. И художественных в том числе. Вторая стратегия – это писать по главам и публиковать. В чем преимущество этой стратегии? Вот смотрите, когда вы пишете книгу целиком, у вас обратная связь отложена во времени. То есть, вот вы пишете там главу, например, да, вот вы написали главу и дальше закрыли, и ваша глава, она остается написанная за день, она остается где-то в вашей книге. То есть, вы в течение дня, вы за работу вознаграждение не получаете. То есть, вы энергию накопили, вложили в свой текст, и ничего за это не получили. Кроме того, что у вас там две страницы или три страницы текста появилось. А вознаграждение у вас отложенное. И оно может быть отложено на довольно долгое время. Сейчас это ускорилось, да, я все время рассказываю эту историю, действительно, правда. У меня одна из моих книг, я не помню, какая, по-моему, пишется. Когда я ее сдал в издательство, мне сказали, девчонки, что мы издадим ее мгновенно. Александр, все, нам так нравится эта книга. Да, по-моему, пропишется. Мы ее издадим мгновенно. Я это запомнил. Почему? Потому что книга вышла через два года. Да, то есть она не попала в, грубо говоря, она не попала в план этого года, да, она попала в план следующего года. Да, и она вышла в следующем году, в конце года. То есть я ее, типа, условно говоря, там, сдал в феврале текущего года. да и она в теку в план текущего года не попала она перенеслась на следующий год и на следующий год она была издана типа там в декабре например да то есть год здесь и год там до два года ну почти два года вот поэтому вот такая мгновенность и потом про то есть ты пишешь книгу проходят вот эти два года и ты наконец получаешь вознаграждение да то есть ты видишь можешь зайти в книжный магазин может подержать книгу в руках читаешь отзывы читателей до встречи с читателями проводишь да то есть вот ты начинаешь получать какую-то отдачу от этой книги и разорвана вот это до дофаминовой петли не возникает дату связь разорвана да то есть у вас вот это удовольствие от книги дату тот кайф который вы получаете он никак не связан с написанием потому что написание было два года назад вот и при этом кстати говоря очень многие меня часто спрашивают а вот писать в блоге да типа вот там относится ли к это нор это к норме до ежедневной писательской ли как вот это вот разделять проблема в том что когда вы пишете текст в блоге вы обратную связь получаете мгновенно то есть но у меня сейчас понятно да что там сейчас меньше подписчиков гораздо вконтакте вконтакте там плохо ранжирует плохо показывает даже подписчикам плохо показывает посты да поэтому ответов не так откликов не так много например в фейсбуке да когда у меня там было сейчас тоже меньше немного подписчиков да и фактически там мертвая это соцсеть да ну когда она была там типа года полтора назад у нас был очень раскачанный аккаунт наш с большими охватами ты пишешь пост обновляешь страницу уже 10 комментариев обновляешь страницу уже 50 комментариев да и не важно что в этих комментариях пишут это все равно такое социальное поглаживание да то есть ты оказался в центре внимания тебе люди ставят лайки делают репосты пишут комментарии да то есть ты получаешь кайф от того что ты находишься в центре внимания да и у тебя заклад бы возникает такая дофаминовая петля да то есть ты делаешь что-то и тут же получаешь результат делаешь что-то тут же получаешь результат и соответственно да тебе гора энергетически да тебе гораздо как бы выгоднее написать пост и тут же получить тут же получить вознаграждение чем написать там те же самые 3000 знаков там или там две страницы для своего романа да ну получить вознаграждение потом он когда-то через какое-то время да то есть это возможно но для этого нужно нужны какие-то ухищрения да то есть либо нужна самодисциплина очень мощная такая да я понимаю что я сейчас хочу писать пост да а люди же мы же творческие люди мы же еще прислушиваемся к себе все время к своим импульсом прислушаемся и думаю о внутренний голос говорит мне что я хочу сейчас писать просто не хочу писать это самое да моя интуиция говорит мне что мне сейчас надо написать пост они три страницы моего романа прислушаюсь к я голосу своего интуиция это не интуиция это вот элементарная вот это вот поиск мгновенного вознаграждения то есть нам проще написать быстрый текст быстро получить вознаграждение чем когда-то от написания книги насколько понятно это мысли если понятно напишите что понятно если есть вопросы то задайте вопросы так да то есть что еще можно сделать в этом случае в этом случае можно вот это вознаграждение организовать самим себе да то есть если вы понимаете как это работает да значит можно вот вплоть до прям знаете вот элементарных да то есть когда я описал сценарий например потом я слез с этого потому что это тоже на самом деле ну как бы не такая не такая полезная история до чисто для здоровья я очень любил есть шоколад аленка я их покупал просто там сразу 55 штук покупал в магазине стопку на вот и я писал я 10 страниц сценария писал за день да я писал 5 страниц и съедал одну такую одну полосочку то есть ну идея была такая что я буду после написания пяти страниц съедать полосочку этой шоколадки вот естественно после того как я писал 10 страниц я сжирал всю шоколадку потом очень часто еще и и оставшиеся 4 шоколадки в холодильнике тоже сжирал вот понятно что это уже там ну это некая такая нездоровая пищевая зависимость до которой тоже потом я с ней с ней приходилось работать да то есть вознаграждение переросло в итоге в пищевую зависимость поэтому тут лучше вознаграждение не едой брать да а хотя бы там не знаю хвалить себе подарок какой-нибудь себе делать какой себе какой-нибудь подарок на делать себе какое-нибудь вознаграждение там слоган сериал посмотреть да или еще что то то есть тут чаще всего первая мысль возникает едой себя вознаграждать но еда она сама по себе да как бы может вызывать зависимость поэтому тут осторожнее с этим вот самодисциплина да смотрите если есть достаточно высокий уровень самодисциплины до тренированности вы как бы понимаете это что вот мне сейчас надо написать сначала книгу да потом мне надо написан бы я могу написать посты да то есть я это по времени разводил всегда то есть книга пьесы сценарий это всегда утренняя работа до посты и так далее так далее это всегда после обеда то есть я утром утреннее время никогда не трачу на написание постов да то есть вот то что вы видите у меня вот посты которые выложены выкладываются по утрам эти все посты написаны либо заранее до либо либо в какое-то другое время окей хорошо идем дальше да но это же можно и использовать да то есть мы же с вами специалисты по айкидо да наша задача не не пытаться да если на нас скачет лошадь да наша задача не пытаться ее остановить силой своего слабого тела да а наша задача вспрыгнуть на эту лошадь и на ней верхом поехать да то есть как в папе и работники его балде да я эту лошадь не просто на руках да я ее просто между ног зажму и и и понесу а вот значит можно это использовать да то есть когда вы пишете по главам и каждую написанную главу вы сразу же публикуете это очень хорошо работает в нон-фикшен например книги и волшебный пендель и ленивая скотина и и букварь сценариста кстати говоря да букварь сценариста это вообще онлайн тренинг который я проводил в течение семи месяцев в 2008 2009 году это официально первый бесплатный писательский марафон да и первый марафон и совершенно точно первый марафон который длился такое длительное время потом я побил этот рекорд с годом денег который еще дольше длился вернее с практической магии так вот пишешь текст да и дальше ее отправляешь в рассылку те кто подписан на мою рассылку может быть помнят то время когда через рассылку все мои книги они прогонялись через рассылку и за все это время только один раз мне какая-то женщина написала что типа комментарий на отзыв на книгу что типа чё такое я типа это все читала уже в рассылке ну читал и читала и чё да то есть не как бы совершенно спокойно люди этого я в общем-то это и не скрывал до что потом из-за из этих писем сложится книга и некоторые кстати говоря некоторые из этих глав книги мы до сих пор время от времени в рассылки поскольку люди в рассылке меняются да кто-то подписывается новые подписываются до идет постоянная ротация я раз несколько месяцев я отписываю все от рассылки всех тех людей которые не открывали письма поэтому все время идет ротация в рассылке мне там мертвые души не нужны вот и соответственно да люди читают эти тексты да они дают какую-то обратную связь может быть ошибки какие-то находят да то есть плюс вы смотрите и чувствуете как идет реакция вообще нравится заходит людям не заходит плюс это разогрев аудитории да то есть люди смотрят читают это и потом если опять же им эти тексты нравятся они потом с удовольствием это же еще и в книге купит что еще это может быть это может быть рассылка это может быть блог да это могут быть статьи в газете да то есть когда вы например в течение года ведете колонку а потом из этих колонок эти колонки собираете в книгу может быть бесплатный тренинг да вот как букварь сценариста да это был бесплатный тренинг который в итоге был объединен в текст вот вторая стратегия дальше третья стратегия для тех людей которые не очень любят писать есть тоже такая такая категория авторов которые не любят писать более того нам то сейчас кажется да что всякие авторы там условно говорят 19 века они то уж точно ручками писали на самом деле ничего подобного например стендаль по большей части диктовал достоевский тоже по большей части диктовал да то есть у него есть роман там игрок например который полностью на диктовал да то есть он вообще пером бумаги не не прикасался и следующий роман да тоже есть там довольно много диктовки из современных авторов non-fiction да тоже да довольно большое количество авторов которые делают либо делают запись да и отдают ее в расшифровку либо общаются с человеком да то есть есть какой-то журналист с которым они разговаривают журналист задает вопросы уточняющие опять же делает запись потом расшифровывать и делает литературную обработку да то есть что можно сделать можно сделать запись отдать в расшифровку есть сервисы определенные да и вы как вы понимаете диктовать гораздо легче гораздо проще чем набивать текст руками а для многих людей которые особенно быстро думают быстро формулируют и для них мучительно просто вот пальцы не успевают за мыслью михаил ром режиссер был такой у него есть книга называется устные рассказы которые он надиктовал на магнитофон и потом их расшифровывали и делали из этого книгу найти собеседника до сделать запись найти собеседника либо провести кастомарафон один мой приятель саша белановский очень любил это делать свое время он делал он проводил кастомарафоны да то есть некоторые бесплатно делал дед некоторые делал платно да например делать 100 законов денег и шарашил сидел и целый день не целый день наговаривал там все что он знал на на тему денег например или там 150 законов коучинга да и вот все что он знает о коучинге все сидела и все наговаривал что еще может какой еще вариант может быть написание в соавторстве да то есть когда вы просто работаете с автором дат и либо вы опять же обговариваете что что именно там должно быть написано да и ваш соавтор затем это за вами записывает либо вы надиктовываете да либо вы например там кто-то делает структуру до кто-то делает мясо да а потом там другой автор это все доводит уже до некого некого художественного ну удабочитаемого вида очень часто так работают авторы как которые такие книги на стыке да например книга голра голдрата цель да там два автора один автор это специалист консультант который по бизнесу да а второй человек это просто журналист автор пишущий до который именно специалист по написанию текстов вот они объединились и написали такую художественно документальную книгу которая стала бестселлером и так вот четыре стратегии писать всю книгу публиковать целиком писать по главам публиковать сделать запись отдать в расшифровку написание в соавторстве какая из этих стратегий вам кажется более подходящей для ваших задач напишите в чате да вот пишут что кто-то петр не мой сейчас таким образом пишет книгу в прямом эфире я тоже кстати говоря прям вот уже я уже два года пишу книгу в прямом эфире тоже просто вы этого не замечаете книга называется заметки о сценарном мастерстве первая часть уже вышла я сейчас пишу вторую да да иногда мучительно успевать печатать диктовывать мне кажется что звуков мысли бежит а вы пробовали надиктовывать до ведет прямой эфир собеседникам читает комменты собирает книгу про игру актерскую совершенно верно довольно много книг на пи были написаны именно таким образом у меня была книга например по самодисциплине самодисциплина для писателей и сценаристов есть книга я не знаю не помню я ее на виды ро выкладывал где-то или нет но вот делали сотрудницы наша делала расшифровку тренинга и потом мы это книги издали по моему и начать с третьей проверю помню что там лев толстой был на обложке а вот она есть даже на отзоне print on demand 738 рублей то же самое да по тренингу книги по тренингу написано просто смысл в том что друзья мои да выберите себе то что конкретно вам подходит да не оглядывайтесь на других не оглядывайтесь то есть очень часто люди такие смотрю а вот этот так делать сделай я тоже так да может быть конкретно вам это не подходит поэтому да еще вот что касается публиковать по по главам здесь есть нюанс если вы например пишите художественный текст какой-то да там художественном тексте очень важно получать да именно доброжелательную обратную связь потому что вам могут разрушить вам могут чтобы вам советов каких-то не давали да то есть либо учиться как бы ну учиться как-то абстрагироваться от этой обратной связи потому что я я знаю что есть авторы которые там на автор туда пишут и по главам выкладывают вот я к таким вещам советую относиться с очень большой осторожностью почему потому что смотрите одно дело если вы сергей лукьяненко у которого уже там шкура толстая выращена за долгие годы интернет общение да надо довольно сильная довольно крепкая хотя его тоже иногда пробивают время от времени это видно вот и могут быть комментарии очень недоброжелательные да такие обесценивающие и эти комментарии особенно для такого автора начинающего сомневающегося в себе да а эти комментарии они могут просто вырубить вас вот бывает так что до написал кто-нибудь незнакомый человек какой-то написал в интернете тебе да что-то ты херню какую-то написал да если у автора нет какой-то вот ну защитной этой самой до брони от этого до чего ходит и думает да наверное я говно какое-то пишу вот люди мне вот в интернете пишу да и хочет хочет человек и перебить переживаю да сам себя поедом ест а там просто дурак какой-то в интернете вам написал вот поэтому если вы художественный текст именно пишите да nonfiction редко такое бывает но в художественном тексте очень часто люди вот такие критиканы набегают лучше я я советую избегать вот таких площадок типа автор туда описать где-то в на какой-то на какой-то своей площадке где вас никто не обидит где вас никто где у вас доброжелательное окружение вот у нас кстати в мастерской я целенаправленно работаю над тем у нас совершенно четкие есть критерий того как можно давать обратную связь да я слежу за тем чтобы было именно именно были доброжелательные доброжелательные комментарии чтобы не было критики разрушающий такой вот поэтому вот у кого-то руками быстрее получается да то есть чтобы вы видели да что люди разные и подходы разные и для себя берите то что вам подходит а лучше потестировать то другое третье и подобрать то что вам то что вам подходит да вот на прозеру очень много вот прям осторожнее с этими с этими силосными ямами где собираются не удавшиеся авторы и самоутверждаются за счет за счет своих коллег дальше что еще можно сделать как можно усилить да можно создать дополнительную мотивацию вообще если вы не проходили мой тренинг по самодисциплине для писателей сценариста то найдите ее в записи до либо на ю тубе либо здесь в контакте там и там и там есть эти записи и послушайте то есть там есть все указанные все основные техники для повышения творческой продуктивности также есть моя книга которая называется пишется да где тоже вот все что способствует писательской продуктивности да все главные техники все главные существующие сегодня я работающие техники повышение писательской продуктивности там есть там нет 1 единственной какой то да ну там есть 43 разные техники которые в сумме что-то для вас да сработает это если все вместе сделайте то совершенно точно сработает дальше что еще можно сделать для того чтобы не для того чтобы довести до конца можно сделать декларацию я не считаю некоторые специалисты считают декларацию вообще панацеей например в свое время бизнес молодость они прямо очень сильно эту декларацию рекламировали и продвигались сами эти декларации делали вот и очень часто эти эти декларации они приводили к срывам почему потому что человек декларацию делает в определенном эмоциональном состоянии до в очень таком возвышен и очень часто да особенно если ты делаешь это на тренинге когда вокруг все тебя там подбадривают подначивают да и тебе хочется покрасоваться и ты такой да я делаю декларацию вот я там сделаю то ты не знаю заработаю миллион долларов напишу книгу за месяц или еще что-то сделаю да вот вы делаете такое публичное заявление что вы это сделаете и дальше вы его подкрепляете чем-то так то есть вы говорите например что если я это сделаю дата то 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 а если я это не сделаю то вот такой то такой то штраф например может быть вы видели в соцсетях что вот очень часто люди пишут кстати особенно вот как где видно что где-то вот кто-то провел тренинг на котором дал задание сделать декларацию и ты видишь что по копирайтингу чаще всего по блогингу вот и вдруг в ленте начинают одновременно появляться декларации что дорогие подписчики если я делаю обещание что я там следующий месяц например буду писать пост каждый день если вы увидите что я в течение дня не написала пост то напишите мне об этом в комментариях и я вам переведу тысячу рублей на карточку наверняка видели такие декларации действенно ли это но я считаю что действенно да но единственно что это не надо делать каждый раз не надо делать это постоянно это штука одноразовая поэтому я советую ее использовать только в самых самых крайних случаях когда вам нужна внешняя мотивация для того чтобы сделать какую-то большую задачу я делал в свое время такую вещь у меня когда писал сценарий писал книгу сценарист газетчик писатель сценарист вот третья часть сценарист там получилась такая история что ну тексты ну вообще это это как бы детективы да такие по форме детективы но по тому как это сделано до детективы так не пишут да то есть это совершенно такое очень сложное производство высоко технологичные да и там по многу раз переписывался текст сложно очень то есть ну такой довольно довольно трудоемкий текст и он писался там типа около года этот роман и так получилось что я не рассчитал время тупо то есть у меня было например там типа 30 страниц написано и вдруг мне из издательства пишут что типа александр а чё там вы же обещали типа там роман сдать типа там 1 сентября я такой как 1 сентября типа я же думал 1 декабря ну вот типа так дату я не помню там какие месяцы были да но я типа думал что у меня полгода в запасе а тут мне говорят что я типа через месяц должен сдать роман да и у меня написано 30 страниц которые я писал год да и понятно что ну как делать чести сдать вовремя дедлайн не должен быть сорван и я конечно такой да да все в порядке он уже там практически уже все закончено вот и я понимал что у меня не ресурса нет при этом я что-то тяжелый год был я был очень вымотан в принципе лето я отдыхать собирался а тут я вместо отдыха должен написать роман вот и тогда я сделал такую декларацию что типа ребят создаю закрытую группу вконтакте и там буду выкладывать по главам книгу каждый день по главе если увидите что глава не появилась вот первый кто напишет тому я заплачу там сколько 100 тысяч рублей что ли но большую сумму достаточно пообещал вот и и все и через месяц роман был закончен я понимаю что это одноразовая вещь до что я больше никогда в жизни такого повторять не буду эксперимента да потому что это такая внешняя мотивация да когда вы просто как бы себя пришпориваете и из 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 ничего да вы выжимаете выдавливаете какие-то остатки на то есть он не очень тяжело даться но может быть такая ситуация что надо что-то быстро сделать вот приходится делать декларацию дальше что еще можно сделать можно ввести подарки и наказания да то есть сделал что-то получил подарок не сделал не написал например дневную норму да сделал какое-то наказание для себя назначил я сто раз отжаться в чем смысл наказания не в том чтобы вы боялись наказания наказание это способ себя простить потому что как ни странно очень часто бывает у людей так что типа день пропустил да например не писал и все и дальше такой сгорела хата гори сгорел сарай гори хата да пропустил один день поэтому все больше вообще ничего не буду делать вот а так вы как бы себя наказали и и простили да то есть день не писал отжался сто раз от пола за это да все нормально и дальше на следующий день совершенно спокойно садишься и пишешь поэтому я советую если вдруг там день пропустили не писали я советую наказывать себя не а за это напиши двойную норму да потому что это очень сильно выбивает в эту за один раз написанную двойную норму она вам будет икаться после этого еще несколько дней да то есть это перепеть переработка серьезно что то сделайте в сторону такое штраф заплатите перри переведите 100 рублей на на благотворительность на какую-то с которой вы не согласны да например там я люблю кошек поэтому вот наказанием не перевести 1000 рублей на приют для собак да то есть что-то экологичное но такое с чем вы не согласны дальше следующее ввести ритуалы начала и окончания работы очень сильно повышает продуктивность писательскую наличие какого-нибудь простого ритуала в начале работы и это не очевидно но в конце работы если не удается придумать какой-то ритуал дата я на я советую просто себя хвалить хотя бы да то есть причем лучше перед зеркалом да то есть написали текст стали подошли к зеркалу сказали ты молодец для чего мы делаем ритуалы начала работы для того чтобы легче было войти в рабочее состояние то есть причем ритуал может быть нужно пальцами щелкнуть до или стену поцеловать до любой абсолютно то он если что он должен быть простой не должен быть ритуал который делается 17 минут да и требует там 7 ингредиентов сделали ритуал и хлоп вы сразу же дальше да то есть сначала это не будет помогать но где-то раза с десятого это начинает очень сильно помогать то есть это уже встраивается начинает вас включать в состоянии повышает вашу продуктивность что касается ритуала выхода есть такая проблема когда мы закончили писать нам очень трудно остановиться и это есть самая большая сложность писательстве да не начать писать остановиться почему потому что там допустим что сделать для того чтобы рано встать до завести 15 будильников нет нужно рано лечь на то есть если вы рано ложитесь вы рано и встаете да и соответственно если нужно встроить ранние вставания нужно просто рано ложится каждый день да не сразу будет получаться уснуть да допустим что вставать 6 утра да надо ложиться в десять вечера и в первый раз вы в десять вечера ляжите до двух часов не сможете заснуть до в два часа заснете в 6 проснетесь на следующий день снова в 10 часов ляжете да и сразу же заснете как убитый да и постепенно таким образом вы себе это встраиваете вот с окончанием работы то же самое да то есть для того чтобы вам на следующий день хотелось писать нужно вовремя выйти из рабочего состояния в предыдущий день вот и надо чувствовать когда мы все время перерабатывают как мы переедаем все время вы точно также мы перерабатываем то есть мы не замечаем тот момент когда мы уже перебрали свою писательскую но вот надо вовремя остановиться до нужно следить за этим да то есть нужно нормой свои управлять а две страницы пишу значит две страницы до вплоть до того что на полусловие обрывать текст и уходить вот и ритуал он помогает выключиться из работы да то есть если вы просто встали и пошли да у вас текст этот еще в голове крутится и бывает так что он целый день еще крутится у вас голове важно чтобы вы переключились и занимались другими делами а потом на следующий день сели хлоп включились через свой ритуал в текст и садитесь и пишите а вот и че также через ритуал выключаться выходить из рабочего состояния то есть вот если бы выбрать там самое самое лучшее повышающие продуктивность творчество действия да я бы сказал что это ритуал выхода из работы ритуал окончания ежедневной работы понятно ли это или если что-то непонятно то задайте вопрос если понятно напишите что понятно ненавижу декларации я еще раз говорю да что я вам говорю что вот есть такое такое то самое есть такая методика не всем подходит и уж точно я не советую делать это больше чем один раз так петр пишет декларация круто вчера сделал сайт бесплатного предзаказа новой книги со словами что она выйдет летом да фактически это и есть декларация да то есть вы как бы особенно если вы деньги берете да то уже все отступать некуда вот татьяна пишет что пыталась не работает договорю согласен не для всех работает не знаю какая моя норма надо тестировать ну надо пробовать и тестировать окей идем дальше следующая вещь которая очень сильно повышает продуктивность писательскую это писать в определенное время да и это вот одна из тех вещей которые как бы вроде бы все знают всем она понятно но почему-то никто этого не делает вот писать нужно вот я тоже не буду по углубляться в график да опять же если там интересно найдите на самодисциплине на моей найдите урок про блочное планирование где я подробно рассказываю как лучше всего писателю выстраивать свой писательский график тоже нигде кроме самодисциплины об этом прочитать нельзя да то есть это чисто моя разработка вот и дальше до выбрать какое-то определенное время если вы жаворонок я советую писать с утра да то есть выстроить свой график так чтобы вы писали до работы например я ну очевидный жаворнок поэтому я пишу с утра всегда вот и когда я работал журналистом сложнее всего писательская работа соединяется с другой писательской работы да то есть если у вас вы пишите я например писал романы и работал журналистом в газете это совмещается очень плохо да потому что ты и так пишешь и всяк пишешь вот и в итоге у тебя просто огромная норма ежедневное написание текста это очень тяжело это очень это там прямой путь к выгоранию поэтому я постарался очень быстро перейти в руководители в редакторы вот я работал так я с утра садился и писал дома там сначала дома писал вернее сначала на работе писал пока у меня компьютера не было до приходил к 8 утра на работу мне взял ключ и пока никого нет до 10 утра писал потом у меня появился компьютер я дома уже писал и потом написав норму свою вставал и шел шел на работу вот если вам с утра например нужно грубо говоря ребенка в садик отвезти до или там семью разбудить утром если выдам домохозяйка до разбудить семью накормить всех и выгнать я советую с утра до того как вы делаете все это дело до заглянуть в текст и написать хотя бы одно два три слова то есть включить процесс начала работы вот и потом прерваться сделать все что надо и потом вернуться и продолжить работать то есть это лучше будет нежели если вы сначала сделаете все а потом вам нужно будет там несколько часов потратить на то чтобы войти в рабочее состояние заново то есть прерывание в этом отношении прерывание это тоже плохо но это лучше нежели если вы отодвинете начало работы если вы сова писать надо вечером тут все очень просто да то есть если вы выходите на пик своего творческого состояния вы выходите часам к десяти вечера ну значит и надо писать 10 вечера да то есть если вы сова а работаете с утра вы себя просто убиваете да как это сделать но надо организовать свое свое окружение да таким образом чтобы у вас была возможность писать вечер вот и все все очень просто условно говоря ребенка отправляете там мужа или жену отправляйте укладывать ребенка и вечером садитесь и и пишите вот у нас вот наша семья да я ярко выраженный жаворнок жена ярко выраженная сова она работает с десяти вечера до двух часов ночи вот с утра и и не кантовать то есть с ней там часов до 12 вообще разговаривать бесполезно совершенно ни о чем да и наоборот я большую часть своей работы я там к десяти утра уже уже делают и спокойно бегу на пробежку дальше следующее писать строго определенное время да и постепенно опять же у вас организм подстроиться и уже в это время в это время будет вам хотеться писать дальше в целом прерывание я советую запрещать да и очень внимательно за этим следить за тем чтобы у вас прерывание не было до единственное исключение этого та ситуация когда вы жаворонок и вам утром надо прерваться на какие-нибудь обязательные дела вот в этом случае лучше начать работу прерваться и потом продолжить работу вот но в целом прерывание это очень небезопасная штука да потому что там до получаса одно прерывание стоит вам до получаса возвращения обратно на на пик формы поэтому надо внимательно следить за своими домашними да то есть договариваться с ними о том чтобы вас не трогали когда вы пишете и самим тоже следить за тем чтобы у вас не было прерываний во время работы что телефон был отключен чтобы в идеале вообще чтобы у вас был допустим отдельный рабочий ноутбук на котором нет интернета и в идеале если у вас есть какой-то отдельный кабинет куда вы уходите на время писания причем кабинет этот у меня например это балкон да то есть вот этот вот кабинет да это для для эфиров кабинета пишу я на балконе то есть там отдельная отдельная лоджия да где я закрываюсь и никто меня там не беспокоит дальше писать строго определенное количество текста в день причем отслеживать не время которое вы тратите на работу то есть не так что я пишу час каждый день или два часа каждый день вне зависимости от того какое количество текста я напишу да а отписать строго определенное количество в день определять ее определять эту норму да ну несколько дней пишите и сколь и отслеживайте сколько вам ком комфортно и дальше после того как вы определите свою норму да и почувствуйте что например комфортно там три страницы в день писать и после этого я советую эту норму свою уменьшить то есть определить количество текста которые вы ощущаете как норму и потом эту норму уменьшить потому что вот это ощущаемая норма это всегда переработка и потом да это будет происходить накопление этой переработки да и где-нибудь через месяц вы колодец вычерпаете у вас начнется начнет ковш скрести по дну колодца а вот и вот это уменьшенная норма да тоже здесь как бы из жадности люди так думаю да я могу писать три страницы а молчанов заставляет писать 2 у меня кстати точно так же да то есть я для меня нет проблем писать три страницы текста да но я уменьшил сознательно уменьшил свою ежедневную норму до двух страниц текста и две страницы текста я понимаю что я могу писать сколь угодно долго то есть всю жизнь могу писать по две страницы текста да и мне никогда не надоест и соответственно да люди думают до 3 страницы текста это там 1000 страниц за года 2 страницы текста это 600 страниц за год естественно 1000 это лучше да поэтому буду-ка я писать по три страницы да и в итоге там через 10 дней человек выгорает и вообще перестает писать да и в итоге получается так бы было 600 страниц текста а так получается 30 страниц текста да поэтому тут выгода очевидна до писать каждый день дальше если не хочется писать что с этим делать проблема в том что когда нам не хочется писать мы заставляем себя захотеть писать это не очень правильная вещь да почему то есть человек такой нет не хочется писать а сейчас нет подумал походил подумал нет все еще не захотелось но подожду еще так а поиграю к я в игру в какую компьютерную пару часов поиграл так захотел нет еще меньше захотелось посмотрю кино посмотрел захотелось нет все еще не захотелось да то есть мы так ходим и себя уговаривают давай-ка ты захоти писать да это очень такая ловушка до писать только тогда когда хочется да если не вот я в свое время для себя сформулировал до что а что мне делать если я не хочу писать ну в детстве как-то мне отец сказал там надо было мне что-то то ли воду принести то ли дрова принести там что-то такое я говорю я не хочу так ты не си не хотя если не хочешь и меня эта мысль так потрясла да и а действительно ну я не хочу ну и что ну а вода дома должна быть дрова то должны быть это моя обязанность да то есть папина обязанность деньги зарабатывать да моя обязанность вот вот эти обязанности да пока родители на работе решить там хозяйственно эти все проблемы да и действительно давно не хотя вот из писательством тоже самое да то есть если нам не хочется писать а писателю по большей части писать не хочется да то есть вообще я так скептически отношусь к этому до что говорят вот бывает так что пишется а бывает так что не пишется я не знаю мне кажется что вообще никогда не пишется да и состояние бывает такое вообще не пишется да и не пишется так что вообще ничего не могу написать естественно есть сопротивление это какое-то да а ты такой но не хочется ну ладно садишься и пишешь не хотите сегодня не хочется сегодня не хоть и пишу вот и начинаешь писать и два слова написала после этого уже хочется да то ты входишь в состояние и дальше ты уже не замечаешь да то есть вот этот вот наша задача порог вот этот и перейти да и этот порог мы легко переходим через вот это вот пишу нехотя вот из сразу уходит сопротивление да то есть если вы пытаетесь я хочу да я хочу писать да и сам себе такой нет не хочу да вы такой ну не хочется да не хочется допишу не хоть вот и все сопротивление уходит мгновенно дальше если не получается писать хорошо пишите плохо тоже человек люди начинают писать тоже очень многие на и на этом как бы сгорают на том что когда у вас книга в голове книга пьеса сценарий да и так далее вот любой текст который вы хотите написать он идеальный естественно да и если сравнить мои идеальные не написанные пьесы с пьесами шекспира ребята шекспир просто курит по сравнению с моими не написанными гениальными пьесами толстой по сравнению с моими ненаписанными гениальными романами просто мальчишка просто графоман да а по и это кстати говоря очень многие они всю жизнь находятся вот в этой позиции гениального ненаписанного текста да гиги гениальные художники до смотрят народ к на какого-нибудь и говорят ну вот если бы я я тоже могу такое такое написать да если бы я написал да такую картину так она бы еще лучше было ну конечно вашего воображаемая картина с реальной картиной да ни одна реальная картина не выдержит такой конкуренции вот с текстами тоже самое дальше как только вы начинаете текст писать любой текст какой бы какого бы качества он не был вы его начинаете сравнивать со своим воображаемым вот этим великим крутейшим текстом и он естественно это как та самая золотую рыбку из воды вы не вынуть да и положить да это просто кусочек слизи такой и текст тоже да он выглядит так так себе то есть написанный текст всегда выглядит так себе по сравнению с ненаписанным текстом вот и поэтому этих сравнений нужно избегать как их избегать я советую не делать оценку текстов в процессе его работы да то есть вы сначала делаете текст а потом вы его оцениваете и редактируете да то есть разделить эти процесс написания и процесс оценки текста и соответственно если уж прям вообще не получается писать хорошо то пишите как получается да и постепенно постепенно работаете над улучшением качества да сегодня плохо получилось написать ну как получилось так получилось завтра лучше послезавтра еще лучше послезавтра еще лучше да потому что написали текст потом посмотрели оценили получили обратную связь отредактировали до следующий текст уже будет лучше следующий текст еще будет лучше но и наконец последнее изучать изучать матчасть то есть изучать ремесло изучать то как пишет как как писать читать книги проходить курсы по, да, то есть знать теорию драматургии, знать психологию, да, и все это использовать в своей работе, да, то есть вот это все, всю эту херню, которую очень часто мэтры молодым авторам говорят, что типа не надо ничему учиться, да, какая-то там трехактная структура, да, вот какой-то этот бред, что на седьмой странице что-то там должно произойти, да, что я буду с этим самым, с линейкой, что ли, я буду свой сценарий измерять, да, да, и потом человек, который это говорит в интервью, да, пишет сценарий, и там такая хинея полная, да, там ни на седьмой странице ничего не происходит, ни на тридцатой странице, да, читаешь, там за весь сценарий вообще ничего не происходит, вот, почему, потому что, ну, человек брезговал изучением матчасти, да, то есть так же, как писатель должен хорошо знать язык, например, да, и писать грамотно, да, то же самое нужно и, это же касается и всего остального, вот, а всему остальному, ну, вот мы в мастерской как раз-таки этим и занимаемся, обучением, да, и поверьте, я там не просто говорю вам, вы плохо пишете, пишите хорошо, нет, есть, существуют совершенно объективные критерии, да, и существуют совершенно объективные техники, очень хорошо работающие, да, и того, и как сюжет раскладывать, и как систему раскладывать, как главу устроить, и так далее, и так далее, то есть вот всю эту матчасть нужно обязательно изучать, вот то, что я вам сегодня хотел рассказать, понятно, все ли понятно, если есть вопросы, я готов на них отвечать. Домашнее задание написать главу книги, да, и если вы пишете по главам, то написать главу книги и опубликовать, если вы, опять же, там не буду всех составлять непременно опубликовать, если вы будете целиком книгу публиковать, да, то просто написать главу и в домашнем задании написать глава опубликована. Завтрашний урок пройдет также в 12 часов финальное занятие. Так, сейчас почитаю. Что там еще есть? Приучила себя писать с утра после зарядки и завтрака. Так, сова вечером сочиняется. Две страницы, это сколько знаков? Я не знаю. Напишите, измельте. Ну, я в знаках не считаю, я считаю в страницах. Есть люди, которые в знаках считают, есть люди, которые в словах считают, ну, тут у каждого, каждого свое. Как удобнее. Да, по норме, там тоже есть отдельные занятия на самодисциплине. Понятно, что я тут не... По сути, да, я вам половину сегодняшнего занятия втиснул всю самодисциплину. Поэтому она там на 10 занятий развернута. Так, 5 кило знаков, значит, надо до 3-4 тысяч знаков уменьшить. Ну, я советую уменьшать где-то на 1 пятую примерно, да. То есть, если 5 тысяч знаков, уменьшить до 4 тысяч. Так, а если мысль хочет довыразиться, что с ней делать? Вот смотрите, я советую и даже заставляю. Так, что вот если у вас на половине слова вы норму выполнили, да, половину слова, на половине слова оборвать. Да, и вам в этом случае, вам завтра будет гораздо проще начинать. Потому что вы же уже будете помнить, будете знать, на чем вы закончили в прошлый раз. Да, и вы в следующий раз эту мысль довыразите с гораздо большей яркостью. И текст выиграет от этого, от того, что вы довыразите ее завтра. Да, а если очень часто бывает тоже так, авторы такие, а вот меня прям сегодня поперло-поперло, я решил не останавливаться. 30 страниц написал. Ну, написал 30 страниц, и после этого там месяц вообще там тошно посмотреть в эту сторону. Да, аппетит приходит во время еды. Чаще всем не хочется писать. Да, когда перед тем, как надо писать, да, прокрастинация, она же из-за чего возникает, да. Прокрастинация это не то, что мы ничего не делаем, а нам надо писать. Это то, что мы готовы все, что угодно делать, лишь бы не писать. Уборку готовы делать, лишь бы не писать. У всех авторов так. Да, не заводится товарищ майор, поехали по дороге заведешься. Да, именно так оно и работает. С удовольствием пишу диалоги и действия, но не люблю описание диспозиции. Тут всегда ступор. Ну, что вам сказать, Сергей? Используйте это как отправную точку для своего дальнейшего личностного развития. Так, как понять, что книга стала бестселлером? Критерии у каждого свои, да. То есть для кого-то критерий это определенное количество тиражей, для кого-то критерий это попадание в лонг или в шорт или в финал какой-нибудь литературной премии, для кого-то бестселлер это то, что там критика дала какой-то отзыв, для кого-то то, что значок бестселлера появился. Да, то есть у каждого свои критерии. Нет какого-то единого критерия. Хочется в вашу мастерскую, но финансово нет возможности. Идите и заработайте. В чем проблема? Ну, пш, 70 тысяч. Идите и заработаете. Не вижу абсолютно никакой проблемы в том, чтобы пойти и заработать 70 тысяч. Если хотите, то не вижу никаких препятствий для этого. Не знаете как? Ну, узнайте как. Мы же с вами живем, мы не в крепостном праве, вы не крепостная крестьянка. То есть не знаете, как заработать деньги, но прочитайте какие-нибудь книги о зарабатывании денег. Заработайте. Устройтесь на более высокооплачиваемую работу. Никакой абсолютно проблемы не вижу. Вон у нас сейчас идет бесплатный год денег. Сейчас у нас идет ВП, тренинг ВП. Как раз таки о деньгах. Вот если вы сделаете все, что я даю на годе денег, на бесплатном тренинге, то вы неизбежно начнете больше зарабатывать. Поэтому не... Все, вопрос, желание. Так, очень хороший вопрос. Условные две страницы в день, это ежедневно, то есть выходных дней не предполагается. Смотрите, что я советую здесь делать. Если вы не работаете нигде, и ваше писательство это единственная ваша работа, я советую, ну, можно не делать выходные. То есть можно писать каждый день. Вот. Если вы, особенно если вы пишете большие тексты, то есть если вы пишете роман, например, да, пьесы пишутся по-другому, стихи пишутся по-другому. Да, пьеса, она копится, 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 да. Когда я писал пьесу «Убийца», я полтора года ее варил в голове. А потом записал за четыре дня. То есть пьеса быстро пишется, но долго обдумывается. Роман пишется долго, потому что, ну, там просто объем текста больше. Вот. Поэтому, если вы пишете романы, и это единственная ваша работа, можно писать каждый день без выходных. Если вы еще работаете где-то на работе, обязательно нужно делать выходной. Хотя бы один в неделю. Да, там. Либо суббота, либо воскресенье. Причем обязательно, чтобы в этот выходной день вы и не работали, и не писали. То есть чтобы это был прям полноценный выходной. Потому что, когда две, по сути, работы у вас, да, вы все время балансируете. И это сложно очень, сложно отрегулировать, да. И неизбежно всегда происходит выгорание. Поэтому вот просто, чтобы раз в неделю вы обнулялись. Суббота была придумана далеко не случайно. Суббота именно как этот самый, как шаббат. Применима ли модель пути героя и пути героини в небольших историях и рассказах? Да, вполне. Когда не хочется писать, я читаю, что уже написано чуть-чуть. Иногда помогает. Смотрите, с этим надо быть осторожным. И вот, например, Хемингуэй, он советовал раз в неделю перечитывать весь предыдущий текст написанный. И советовал перед тем, как начать читать, да, перечитывать последнюю, условно говоря, страницу. В этом есть смысл определенный. Да, почему? Потому что вы видите, да, то есть вы входите в текст, да, вы чувствуете его какую-то динамику, да, чувствуете его звук, да, и потом вы дальше просто продолжаете то, что уже звучит в вашей голове. Но с этим надо быть осторожным. Почему? И я запрещаю перечитывать тексты в мастерской своей, да, почему? Потому что если у человека недостаточный уровень самодисциплины, он начинает этот текст редактировать. То есть если вы за этим не следите, за собой не следите, что вас не начинает, ну, что вы не начинайте в текст лезть и начинайте его, да, то есть это разные виды деятельности, редактирования и написания текста. То есть вам, условно говоря, надо писать, а вы копаете, да, и может быть так, что вы над этой страницей, над редактированием этой страницы, да, вы просидите там все то время, которое надо писать следующий текст. Вот, поэтому с этим очень-очень надо быть осторожным. Есть ли упрощенные модели пути героя и пути героини для маленьких и очень маленьких рассказов? Понятия не имею. Я не пишу рассказы, не очень как-то жанром этим интересуюсь, поэтому я просто этим не занимался. Может быть и есть, но этот жанр не входит в мои творческие интересы. Поэтому так, давайте так, я уклонюсь от этого ответа. Давайте я еще как бы проще скажу, я не знаю. Может быть и есть. Так, в процессе написания правки понадобится. Почему в процессе, не понял, почему в процессе написания понадобятся правки? Нет, не понадобится. Ну, заканчивайте текст, потом садитесь и правите. Идея пришла, ну, пометьте, что при редактуре потом исправите и пишите дальше. Потому что это одна, вот эта вот редактура, попутная редактура, да, это одна из тех вещей, которые убивают продуктивность. Потому что, когда вы пишете, вас все время, да, вам все время хочется заниматься чем угодно, кроме того, чтобы писать текст дальше. Да, и вам дьявол соблазны разные подкладывает, да, а давай-ка мы еще вот эту идею напишем, а давай-ка мы еще вот эту идею напишем, да. И оценить идею, да, очень сложно в тот момент, когда вы пишете. Поэтому, ну, где-то в черновике пометили, да, что, а вот еще такая идея есть, потом ее обдумать. И пишите дальше. То есть, я вообще советую разделять моменты, когда вы думаете над сюжетами, а на моменты, когда вы пишете. То есть, когда вы пишете, думать уже поздно, да, придумывать сюжет, когда вы пишете уже поздно. Потому что это очень видно, когда человек думает на бумаге, да, то есть человек пишет, и ты видишь прям, что у него... Идея вот этого сюжетного поворота, она возникла у него прямо сейчас, да. То есть он не оценил несюжетные возможности этого поворота, как этот поворот отразится на остальных перипетиях. То есть все сюжетные повороты должны быть продуманы. И только тогда, когда они продуманы, после этого вы начинаете их переносить на бумагу. Есть ли норма редактирования текста? У меня во всяком случае нет. И мне кажется, что это очень индивидуально. То есть как и с написанием текста индивидуально, так и с редактированием текста. Есть люди, которые кто-то три раза переписывает, кто-то восемь раз редактирует. Гоголь рекомендовал семь раз переписывать. Коляда переписывает три раза каждую пьесу. Хемингуэль советовал три раза переписывать. Тут у каждого свое. Толстой шесть раз переписывал «Войной мир» или восемь. Опять же, нет какого-то такого критерия. И насколько глубоко, насколько сильно меняется текст при редактировании, тоже здесь у каждого свое. У кого-то, например, Флабер, он настолько детально все переделывал. То есть у него такая глубокая переработка текста была. Кто-то просто две запятые исправил. Да, то есть бывает, что текст настолько даже внутри одного автора. То есть у меня, например, роман «Писатель» я переписывал, по-моему, восемь раз. То есть я просто писал, мне не нравилось, я полностью удалял текст и начинал его заново. И только с восьмого раза я добился того, что меня все устроило. Да, и при этом пьеса «Убийца», она была написана за четыре дня, и потом я два слова изменил. Все. Ну там еще название изменено. Я бы его не стал менять. Это когда в журнале «Современная драматургия» печатали. Там город назывался Сокол. И меня попросили, сказали, странный какой-то назвал. Хотя Сокол это реальное название города в Вологодской области. Странный, не похожий на название города. Давай сделаем оскол. Я говорю, ну давайте мне это все равно. Вот две правки всего. Если страница сразу не пишется. А как она может не писаться, если у вас есть план? То есть вы сначала, помните, мы с вами говорили о стадиях творческого процесса. Мы сначала пишем план. Мы не начинаем писать текст, пока у нас нет аутлайна. В котором мы четко, точно знаем, что у нас будет в какой-то, где-то происходить. Я считаю, что начинать писать текст, не зная, что будет дальше в тексте, это безумие. Но это все равно, что выходить в путешествие, не зная, куда вы идете, куда вы придете. Обязательно придете не туда, если вы не знаете, куда вы идете. Так. Здесь прямо до финала, значит, да. Но мы в мастерской делаем так. Мы пишем текст и редактируем только тогда, когда он закончен. И сценарий, и тот самый. Как определить размер главы? Хороший вопрос. Но здесь, смотрите, я бы сказал так, что есть разные, вообще разные подходы к тому, как строится глава. То есть у кого-то главы в книгах больше похожи на части. То есть там, условно говоря, в романе в 400 страниц там 7 глав. То есть это больше части. То есть это такие большие куски реальности. А кто-то разбивает на короткие главки такие сценки по действию. То есть там описывается какое-то действие в конечный кусочек времени и в каком-то конкретном месте. И там главки по 2-3 странички. Например, у Паттерсона короткие главки. А у Сименона, например, главы по 10 страниц. То есть здесь у каждого тоже свой отдельный подход. И кто-то главы, например, там еще есть варианты, как озаглавливать. То есть кто-то главы, дает каждой главе отдельное название. Кто-то просто нумерует. Тоже тут по-разному можно делать. То есть нет критериев особых. Так, сначала синопсис пишется, потом полноценный текст. Ну, естественно, да, конечно. Ну, синопсис, это как, в сценарии синопсис, в просьбе называется Outline. Или как-то тоже мне не очень нравится термин Bitship. Листы, листы битов, листы действий, да, где одним предложением одно, одно событие. Но в целом в прозе чаще это называют Outline. Так, замечала, что редактура тот момент, когда начинают думать по планированию. Лучше бы вот так запланировано этот текст. Так, у меня какой-то мандраж, редактирую по стену. Ну, вот лучший способ избавиться от этого мандража, да, четко расписать план, да, что вы делаете, в каком порядке. Да, сначала я пишу план текста Outline, да. Написав Outline, я этот Outline оцениваю и редактирую. Отредактировали эту часть работы, да, дальше начинаю писать текст. И пока я пишу текст, я не редактирую. То есть у меня не возникает паники по поводу того, что я написал неправильно. Да, если я что-то не знаю, да, и нужен дополнительный ресерч, мне очень нравится совет Стивена Кинга. Тоже здесь есть разные подходы, разная степень параноидальности у авторов. Стивен Кинг советует, у него, кстати, хорошая очень книга, как писать книги. Прям действительно одна из немногих книг, написанных писателями, хороших книг, написанных писателями. О том, как писать. И он там говорит, что вот если, например, мне нужно какое-то название горы, а я не знаю, как называется эта гора. Я пишу гора Манхэттен. И потом, естественно, при редактуре помечаю, ага, вот тут надо выяснить, что там за гора. И пишу дальше, да, то есть Манхэттен вписал, и дальше понятно, что Манхэттен это не гора. Да, и дальше спокойно, спокойно продолжаю писать, да, чтобы не терять темп, не терять время на ресерч, там, и так далее, и так далее. Да, Апрус, например, это было в годы Первой мировой войны, да, и он, боюсь ошибиться, мне кажется, в Париже это было где-то во время каких-то бомбежек, да. И ему надо было, тоже он дошел до какого-то, какой-то термин ему нужно было узнать, и он под бомбежкой пошел через весь город для того, чтобы куда-то в библиотеку, чтобы навести справки или к другу какому-то, чтобы навести справки и узнать, как какое-то слово пишется. Вот я в этом смысле считаю, что более правильный подход Стивена Кинга, да, спокойно писать дальше, а потом при редакторе вернуться и выяснить то, что надо довыяснить. Нужны ли при редактировании такие же жесткие ограничения, как с писательской нормой? Это зависит от того, какой у вас большой объем редактирования, то есть, если, например, у вас, там, скажем, когда я писал 16-серийный сериал в одно лицо, да, и понятно, что 16 серий отредактировать за день невозможно, да, я редактировал, по-моему, по 2 серии в день, да, то есть 8 дней, да, норма была 2 серии редактировать. Вот. Если у вас есть поправки, да, то есть, если большие поправки, тоже от этого все зависит, да, то есть очень-очень много факторов надо учитывать. Поэтому нельзя сказать, что вот только так или только так. А вообще, друзья мои, есть на самом деле, фактически на любой вопрос, который вы задаете мне, да, есть очень хороший ответ. Надо тестировать. То есть нужно проверять на себе. Вот все, что я вам рассказываю, да, а вдруг вам это не подойдет? Вдруг у вас что-то, там, совсем по-другому работает организм этот? Вот. Может такое быть, потому что разные темпераменты у всех, да, и поэтому я вот всегда с какими-то конкретными советами, да, пишите там 3 страницы или 2 страницы. Я всегда очень осторожно, потому что там у Джойса была норма, там, несколько букв в день, да, когда он писал поминки по Финнигану, вот. А у Стивена Кинга 6 страниц в день, у Джеймса Паттерсона 4 страницы в день, да, то есть вот там количество текста, количество редактуры, да, оно у каждого свое. Причем внутри одного текста может быть разное количество, внутри одного автора может быть разное количество, да, то есть когда один автор пишет пьесу, он столько-то текста пишет. То есть когда сценарий другое количество текста, когда прозу или non-fiction, да, совсем другое количество текста. И в рамках одного проекта, да, тоже бывает, что в начале проекта вы пишете меньше, да, а потом, когда голова разогрета и вы уже, там, это самое, да, чувствуете, что двигатель работает, да, на полном ходу и можно чуть-чуть увеличить норму. Стивен Кинг, кстати говоря, тоже делает так, что он когда в, условно говоря, там на какой-нибудь 400 странице, да, когда роман уже фигачишь, уже голова разогрета, можно чуть-чуть увеличить норму, да, и потом ее к концу опять уменьшить. Вот то, что я хотел вам рассказать. Большое спасибо за внимание. Напоминаю, что идет полным ходом набор на онлайн-курс по написанию романа в нашей сценарной мастерской. И увидимся завтра в 12.00 на финальном занятии нашего с вами онлайн-тренинга «Технология бестселлера». Спасибо за внимание, спасибо за ваши вопросы и пока-пока.